Где-то 5 месяцев назад я сделал первую прививку, и через 21 день я сделал вторую. Они мне говорят, все, мы точно вам говорим, у вас 100% ковид. Я говорю, слушайте, стоять. У меня вопрос. Я делал прививку. Сегодняшняя, ну вот, ночь, которая сейчас была, я такого вообще, я вам клянусь, грипп, самый тяжелый, которым я когда-либо болел. Всем привет, это я, Давидович. Я жив, но не особо здоров. Вот я и попался. Попался к коронавирусу. И сегодня я хочу с вами поделиться тем, что со мной происходит. Вот, для того, чтобы вы для себя сделали, может, какие-нибудь выводы, или, может, кто-то чего-то там подскажет нам, не подскажет, не знаю. Ну, разные мысли. Короче, во-первых, сегодня у меня была такая ночка, ребят, вообще незабываемая. Я как бы слышал много рассказов, я очень долго бегал от этого, от этой короны. Считайте вот с того момента, как это началось. То есть я вообще ни разу, нигде не попался, хотя я был на большом количестве мероприятий, на большом количестве встреч. Те, кто был на этих мероприятиях, знают, что я всегда подходил, всегда со всеми фотографировался, никому не отказывал. Даже сейчас на крайнем мероприятии, в Казани, когда я был, я никому не отказал. Я спустился со сцены, прошелся по одной площадке, по второй площадке, со всеми сфоткался. И я это делал все это время. Где-то пять месяцев назад я сделал первую прививку спутника. Да, я делал спутник, значит, я сделал первую, и через 21 день я сделал вторую. Толком никто просто ничего не объясняет, куча разной информации везде. Я тоже не буду умничать, я не буду что-то объяснять, я строго хочу рассказать, что со мной происходит, все. Значит, точно нет нигде информации, одни одно говорят, другие другое. Одни не хотят прививку делать, другие хотят прививку делать. Вот, одни говорят, что типа, давайте лучше другого производителя какой-нибудь из другой страны сделаем. И наоборот, куча разговоров, вот объективно, обычному человеку, который вообще в этом во всем говне не шарит, честно говоря, понять вообще ничего, блядь, невозможно. Вот просто невозможно, потому что у всех какая-то истерика, все на федеральных каналах там друг друга ху** кроют. Одни доказывают одно, другие доказывают другое. Сука, почему нету порядка, почему никто даже в такой трудный момент не может собраться, блядь, и сказать так, все, все заткнитесь, блядь, надо делать вот так. Вот так, вот так, вот так. Я задался этот вопрос, но я думал, что, думаю, что просто настолько многогранно, и все не так просто, как может показаться. Вообще с этой, со всей историей, со всей этой болезнью, со всем этим вирусом. В общем, я попался. Первое, что я почувствовал, просто легкая, знаете, стандартная такая штука, типа, ну, что-то как-то ломает. Ну, такое иногда бывает, когда очень сильно усталость, когда очень трудно и очень сложно. Потом это начало усилиться, температура была у меня где-то 37,1. Такое тоже бывает иногда, знаете, когда переутомление или когда очень много работы. И потом я просыпаюсь с утра, это было уже в Петербурге, и у меня температура 37,8. Я понимаю, что что-то не так. Значит, причем я, чтобы вы понимали, я после прививки болел, еще болел один раз. Но я болел просто простудой. Я любитель открывать окна, я любитель кондиционеров, и поэтому я постоянно на них попадаю, и у меня бывают проблемы. Я грешен в этом плане, мне все говорят, что ты, кондиционер, голый выбежал, я, да, да, или там окна открыл, сквозняк устроил. Я делаю такую херню, поэтому я попадаю. Но в этот раз я почувствовал какое-то странное, я не могу объяснить, странное ощущение. Я такой думаю, какая-то херня, прыгаю в машину, хотел остаться еще на два дня в Питере, поснимать. Прыгаю в машину, быстро домой. Когда я приехал домой, у меня температура была 38. Все бросил, и поехал один в машине, значит, ребята ехали в другой тачке на второй машине за мной. Старался, я не выходил на заправках, ребята, все, оплачь. Короче, чтобы ни в коем случае ни с кем не контактировать, я прям, сука, чувствовал, что какая-то херня не та. Приехал домой, значит, вызвал одну компанию, компанию тоже называть не буду, вызвал одну компанию. Значит, приехали такие, да, здравствуйте, туда-сюда, сейчас мы там вот, проверяют мне, показывают. Говорит, у вас не ковид, у вас все нормально, видимо, просто простуда. Ну и, соответственно, выписывает, рассказывает мне, говорит, ну вы там горло прополощите. Короче, стандартная херня. Я такой обрадовался, думаю, бля, как хорошо. И, значит, мне там подсказал человек, он говорит, слушай, ну ты вызови еще кого-нибудь, просто проверяй, это прикол. Вызывают других, проверяют, говорят, у вас ковид. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Я говорю, а еще один тест есть у тебя? Он говорит, есть. Я говорю, давай еще раз сделаем, может это ошибочно. Знаете, такой он в нос запихнул и в какой-то баночке что-то там подергал и в пластмаску поставил. Вот эта пластмаска, это на фотке то, что я выкладывал. И он такой кладет вторую, говорит, у вас точно ковид. И я такой, странно. Он говорит, вам нужно это самое, типа лечиться? Объясняет мне вообще другую херню, что мне нужно лечить. А, короче, все это дело бросаю. Двигаю в клинику, в платную. Сдаю все анализы, делаю КТ. Возвращаюсь домой, сижу, жду. Ну, они мне говорят, все, мы точно вам говорим, у вас 100% ковид. Вот мы по крови посмотрели. Поэтому, потому, я говорю, слушайте, стоять. У меня вопрос. Я делал прививку. Ну, типа, в моем понимании. Я клянусь. Вот, на самом деле, прививку я сделал не из-за того, что я такой умный. Из-за того, что у меня есть друг Александр Хрусталев, который сказал, «Слышь, пухляш, у тебя там по сахару беда, ты там как бы не стройный, не суперспортсмен, да и лет тебе не 15. Поэтому, давай, не выебывайся, иди делай прививку». Я там поупирался пару дней, получил пару мягких слов и, короче, пошел, сделал прививку. Если не он, мне кажется, я не знаю, что я бы сейчас был бы вообще. Короче, они мне говорят, все точно. И вот сегодня только пришли анализы. Но до того момента, как они пришли, сегодняшняя ночь, которая сейчас была, я такого вообще, я вам клянусь. Знаете, грипп, самый тяжелый, которым я когда-либо болел, это школьник, который тебе написал что-то плохое в комментариях, по ощущениям. А ковид, это мразь, которая вырывается к тебе домой, разносит все, выбрасывает твои документы, включает машин, компьютеры, технику, телефоны, все, сука, в окно с 30 этажа, обрисовывает стены, насиляет всех, кто есть, убивает всех и уходит. Вот это ковид. Это я вам пытаюсь ощущения рассказать. Причем очень странная херня. У меня тряслись руки, у меня тряслись ноги, у меня температура поднялась до 39,6. 39,6, 39,7, это вот верхняя точка была. У меня перекрыло дыхание просто, вот, ну мне просто тяжело было дышать. Я не мог встать и не мог чего-то сделать. И было прям крайне страшно и тяжело, конечно. Я не представляю, я не представляю, я не могу вам сказать, что, а вот, типа, вы знаете, вот если бы я не сделал прививку, было бы еще хуже. Блин, сука, хуже-то некуда. Это, блядь, ощущение, ребят, лютейшее просто. Вот, клянусь вам, я такую херню, сука, вообще никогда не испытывал. Мощно так дерет просто. Короче, у меня есть мой любимый доктор Александр, Алекс Дзари, он есть. Я его отмечал много раз, там, поздравлял, вы его можете найти у меня в инстаграме. Приехал скоро всегда, вчера. Он мне подсказывает, что, как делать. Короче, буду лечиться, буду дома. Пройду это испытание. Берегите себя, берегитесь этой хуйни, лютая, страшная, блядь, и опасная. Берегите родных и близких. Советовать никому ничего не будут. Пусть сам каждый принимает решение, нахуй, как ему спасать себя, как не спасать. Но ты эту херню, сука, начинаешь понимать, только когда с ней сталкиваешься. И ты такой думаешь, вот это сильная херня. Да, буду куриный бульон пить. Да, спутник, ну, кто не знает, посмотрите. Все, всех обнял. Спасибо большое, очень. Спасибо вам большое всем за поддержку, за теплые слова. Мне очень это приятно. Спасибо. 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 , 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 спасибо.